Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск Super Easy Russian. Меня зовут Елена и в нашей команде я занимаюсь разработкой дополнительных материалов для наших подписчиков. А сегодня я решила оседлать своего любимого конька, убить сразу двух зайцев и рассказать вам о животных и об идиомах. Ни один заяц за время съемок не пострадает. Я живу в Белграде. Мы находимся у Белградского зоопарка. На этой стене мозаики с изображениями животных. Каждый год она пополняется 20 новыми студенческими работами. Но не будем тянуть кота за хвост, пора брать быка за рога. По коням! Заяц. Ехать зайцем. Блин, киоск закрыт. Не получится пополнить карту. И банкомат не работает. Не снять наличные. Что ж, придется ехать зайцем? А если контроль? Ну, выйдем. А если не успеем? Нас посадят. Не делай из мухи слона. Ехать зайцем. Значит, ехать в общественном транспорте без билета. Ну, не переживай, это так. Заплатим штраф. У тебя что денег? Куры не клюют. Нет, у меня скорее кот наплакал. Курица. Кура. Денег куры не клюют. Денег куры не клюют. Значит, у кого-то очень много денег. Кот. Кот наплакал. Кот наплакал. Значит, очень мало. Волк. Волком выть. Ладно, пойдем пешком. Только не надо потом волком выть. Выть волком, значит, горько жаловаться на страдания. Свинья. Подложить свинью. Да, уж подложили они нам свинью с этим банкоматом. Вообще-то ты бы мог снять деньги еще вчера. И так-то я предлагала тебе купить проездной на месяц. Это тебя к пользе, как козла молока. Только не нужно делать из меня козла отпущения. Это ведь ты забыла дома кошелек с наличными. Подложить свинью значит устроить кому-то неприятности. Козел отпущения, как от козла молока. Как от козла молока, значит, совсем никакой пользы. Козел отпущения – это человек, на которого сваливают чужую вину. Ну что ты надулась, как мышь на крупу? Из-за меня? Надуться или смотреть, как мышь на крупу – это значит принять недовольный, обиженный, сердитый вид. Белка. Крутиться, как белка в колесе. Я сегодня встала с петухами. Всю неделю крутилась, как белка в колесе. А сейчас еще и в горку идти. Крутиться, как белка в колесе. Значит, быть в постоянных заботах и хлопотах. Кстати, белка – это мое любимое животное. А какое ваше любимое животное? Может быть, вы знаете какую-то идиому с ним? Напишите нам в комментариях. А чтобы узнать еще больше о животных, выучить новые идиомы и новые слова, потренировать их произношение, заниматься грамматикой с помощью специальных упражнений, которые я готовлю для вас к каждому эпизоду. Участвовать в викторинах. Знакомиться с другими участниками нашего сообщества. Подписывайтесь на наш Патреон и поддерживайте нас, чтобы мы могли снимать для вас новые видео. Бык, готов быка съесть? А есть шанс, что ты просто голодная? Да, честно говоря, готова быка съесть. Так вот где собака зарыта. Готов быка съесть. Так говорят об очень голодном человеке. Собака. Вот где собака зарыта. Вот где собака зарыта. Значит, именно в этом заключается истинная причина. Жираф. Как до жирафа доходит. Слушай, а может быть я понесу твой рюкзак? Наконец-то. Иногда до тебя доходит, как до жирафа. Как до жирафа доходит, значит, кто-то очень медленно соображает. Слушай, ну что мы как кошка с собакой? Вот, держи. Давай, я подержу твой телефон. Улитка с сыром. Ага. Спасибо. Слушай, ну что за телячьи нежности? Давай, пойдем дальше. Как кошка с собакой. Значит, постоянно враждовать и ссориться. Вот таким вышел наш первый эпизод. Спасибо Паше, который был моим подопытным кроликом. Кстати, а кто такой подопытный кролик? И какие еще идиомы с животными? Вы услышали в этом видео, а я их не объяснила. Обязательно пишите в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь вместе с нами. И до новых встреч. Пока. Свинья. Насвинячить. Быковать. Ты что? Эй. Эй, ты что? Слышь? Еду в Магадан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»